Видео подготовлено к каналу Уроки ТВ номер 598. Запишите существительное в именительном и творительном падежах единственного числа, используя предлоги над, от, перед, с. Существует правило. Существительное после шипящих мы пишем под ударением ом, без ударения, ем, под ударением ой, без ударения, ем. Итак, с товарищем, без ударения, значит, ем, без ударения, ем, перед встречей, продавщица с продавщицей, без ударения, ем, горец перед горцем, горцем, без ударения, ем, молодец, молодцом, под ударением ом, учительницей, без ударения, ем, задачи без ударения ей, ученицы без ударения ей. Под пальцем ударение на А значит без ударения окончание Е. С малышом под ударением уже Ом, плечом под ударением Ом, врачом под ударением пишем Ом, лучом под ударением Ом, тучей без ударения ей, дворцом под ударением Ом, столицей без, границей без, крышей без, с птицей без, этажом под ударением Ом, кирпичом под ударением Ом, с ключом с чем? Всё творительный падеж у нас. Получается под ударением Ом, без ударения Ем или Ей, перед юношей окончание Ей. Значит, запомните, или Ем, или Ей, получается, мы пишем без ударения. Ей, Ем, Ей – это всё без ударения. Под ударением мы пишем или Ом, или Ой. Советчица. С кем? С советчицей. С советчицей. С советчицей ударение на Е, значит, окончание Ей. С мудрецом окончание на Ом, значит, пишем Ом. Перед абзацем без ударения Ей. Перед падежом с ударением Ом, перед пловцом с красавицей, Над силачом с ткачем, перед скрипачем, под чем? Под блюдцем. С чем? С выигрышем. Над чем? Над мельницей, без ударения Ей. Перед сказочницей без ударения Ей. На смешнице без ударения. Пробрецом уже под ударением, значит, Ом. Запомнить несложно. Ом и Ой под ударением, Ей и Ем без ударения. Правила действуют для существительных в именительном и творительном падеже. Возникли вопросы? Поставьте комментарии под видео. Продолжение следует...